красный лиман без изменений херсон бьемся за острова у противника чертова пропасть этих самых дронов откуда только берет вот бы нам так производить и поставлять войска аж заваливает своих и нас тоже конечно дронами здравствуйте вам здравствуйте товарищ ведущий у меня вопрос как вы объясните то что конев с жуковым освободили всю украину за 4 месяца декабря 43 по апрель 44 а мы уже два года не можем вернуть то что бандера отняла у нас в двадцать втором году иван извините меня пожалуйста я заранее прошу прощения но вот такой вопросе отношу лично не обижайтесь пожалуйста к разряду дурацких потому что была другая армия другая обстановка совершенно и сравнивать ту ситуацию с этой ну мягко говоря глупо ситуация крайне сложная и продвижение там замедляется за счет того что противник использует и в пиведроны просто во множественном числе тут уже и перечислять нечего порядка где-то каждые пять минут вылетает и в пиведрон каждые пять минут летает выискивает для себя какие-то цели ну при всем при этим при этих сложностях конечно противник еще использует начал использовать большое количество система рэп это отмечают наши подразделения и на солидарском направлении отвечают наши подразделения и в районе терны и криминских лесов ну по всей вероятности есть поставки данных систем рэп как французского немецкого испанского производства польского производства окопные небольшие мобильные это говорит о том что поставки не прекращаются а наоборот наращиваются такая же ситуация практически и на сватовском сватовско-купинском направлении здесь мы также отмечаем не только большое скопление личного состава который постоянно пополняется его сразу же отправляют на поле боя в укрепрайоны которые находятся временно под ними ну и также усиление рэп тоже идет очень мощная им подпитка при всем том что мы иногда думаем да да вот им там боеприпасов не хватает еще чего-то но если бы им не хватало бы боеприпасов бы и не хватало личного состава мы сейчас не стояли бы на месте я прекрасно понимаю том что продвижение вперед это политическое решение в дальнейшем но по сути это все равно замедляет наше продвижение сегодня не спеша потому как мы упираемся в крупный укрепрайон и начинаем по немного там долбить со всех сторон это очень тяжело потому что противник точно также используют те же методы и способы так как школа одна была советская школа многие военные начальники отсюда вышли многие артиллеристы вышли специалисты вышли и тем более что запад продолжает подготовку данного вида специалистов как во франции также и в германии в польше в Румынии на базах НАТО проводятся тренировки проводятся слаживание удары по Криму стану на зараз что это означает для российской армии перш за все для перехода поступового Криму додому и перспективы тут как далеко вы видите роздох цей ситуации чи дейсно это может привести до того что ворог заберется с нашего пивострова то что сейчас происходит в классификации НАТО называется каскадным характером планования операции с деокупацией говорится про то что это комплект заходов в первую очередь он мает на метке придумать систем протиракетно-противопроводной обороны противника чтобы потом нанести в огневое уражение основным локациям окупантов а саме кримские місцы ангарские мости ну и відповідно сухопутной перешейки Крим дуже логистично вразливий навіть в порівнянні з херсонской области де вперше было успешно застосована цю тактику ми вси памятаемо досвід де окупації херсона і відповідно значної частини херсонской области коли після предучения систем протиракет и противополитной обороны было нанесено в огневое уражение по основных локациях окупантов а саме антонівский міст и гребля каховский герд но чего это привело мы памятаем окупанты здешнили як они кажут непопулярные кроки а саме введение угруппирования російських військ з херсона на інший берег днепра тому можемо говорити про те що подальша тактика нанесення удари по логистичних об'єктах окупантів це відповідно наступні кроки сил оборони України ну і якщо говорити зараз про от те що ми можемо досягти певних цілей ось цими ракетними ударами а те що ворог продовжує закликати людей на відпочинок до Криму це цинічно та але Путін колись казав давно що наші військові будуть стояти за спинами людей він же цього не приховував він своєму інтерв'ю так колись і казав що ми будемо за спинами тоді він очевидно говорив про за спинами українців тепер за спинами росіян в принципі різниці немає наскільки зараз те що багато цивільних і ну скажімо ти саме Севастополь я його дуже добре знаю бо дитинство проводив в Севастополі влітку ще в радянські часи мав можливість такого ну там пляжі коло кожної бухти від військової частини якийсь плюс бельбек поряд як це може ускладнювати роботу і знову ж таки чи це дай зараз підстави ворогу говорити що а ось вони б'ють по цивільних і на кого це може вплинути бо ми ж прекрасно розуміємо що ми маємо високоточну зброю яка точно не б'є по пляжах якщо ти навів її на військовий аеродром будь ласка давайте говорити про те що ті події які відбулися на пляжах Севастополя це спланований характер інформаційно-психологічних операцій сільських окупантів мовиться про те що цільової аудиторії відповідно наші жальні партнери першу чергу сполучені штати мета заблокувати передачу українській стороні акет атакам і відповідно речнити політичний інформаційний тиск на керівництво Сполучених Штатів заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу силам оборони України бити по військових об'єктах на території самої російської федерації от цьому полягала основна ідея тієї провокації яка відбулася напередодні на території кримських пляжів ще раз підкреслюю власне ті чисельні факти травмування і загибелі цивільного населення вони виключно внаслідок роботи російської ППО а не ударів українських сил оборони тактико технічні характеристики російських зенитно-ракетних комплексів С-400 можливість збивати аеробалістичні цілі на відстані до 60 кілометрів відповідно якщо збивали атакам над пляжем була відома провокація російської сторони вони прекрасно розуміли наслідки підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео пишіть коментарі і діліться з друзями ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на патреон або інших зручних платформах реквізити в описі до відео